В начале прошлого учебного года здесь была моя лекция, посвященная тому, как формула Пика работает в пространстве. И, более того, даже для плоскости, оказывается, там есть очень много всего интересного. Рассказывать вам эту лекцию я не буду, но очень советую ее посмотреть. На сайте Малуни Хмата есть раздел лекции по математике, где идет 21 год существования, это самая лектория. Сейчас только самый-самый простой вариант формы Пика. А именно, когда есть многоугольник на плоскости, и нас интересуют три величины. Площадь, количество точек на границе и количество точек внутри. Ну, давайте сначала представим себе, что у нас есть прямоугольник размером, давайте каким конкретным мы возьмем, размером 3 на 5. Нет, я совершенно случайно сейчас вот делал. Вот такой прямоугольник. Согласитесь, что вы способны эту задачу решить, правда? Площадь сколько? Площадь 15. 16, молодцы. Сколько точек внутри? 8. 8. Сколько точек на границе? 16. 16, да. Вот, хорошо. Ширина будет А, высота будет В. Площадь я напишу сам. А вот количество внутренних точек и количество точек на границе, это уж, пожалуйста, В. Да? 2А плюс 2В. 2А плюс 2В, конечно. Народ, все просто. Смотрите, можно на каждой стороне брать, включая один конец и не включая другой. Вот таких точек будет ровно А, что? Потом на следующий, включая верхний, включая есть. Получается просто-напросто. 2А плюс 2В. Так, кстати, все понимают, что В это от слова бордюр. Вода граница. Первая буква слова граница. АИ, это первая буква чего? Инсайт. Внутренность, именно. Замечательно. Сколько же точек будет внутри? Это понятно. Это А минус 1 умножить на? В минус 1. На В минус 1. Отлично. Теперь самый обычный треугольничек. Половина квадрата. Чему равна площадь? 1, 2. 1, 2. Количество на границе? 3. Количество внутри? 0. 0. Хорошо. А вот теперь я, конечно, мог бы еще десяток пример. Давайте говоримся так. Каждый из вас себе рисует, какой вам приятель. Ну, разумеется, обычно эту самую формулу пишут без слова. Количество внутренних узлов плюс половина количества граничных узлов и минус 1. Давайте сделаем так. Сначала я объясню, почему, если мы знаем эту формулу, то мы, собственно, уже сразу можем решить задачу, с которой мы сегодня начали. Смотрите. Чему равна площадь всего этого треугольника? Понятно, почему. Произведение катетов разделить на два. Сколько отрезочков одинаковой длины с гипсиком? П-штука. Значит, чтобы найти площадь любого из этих треугольников, мы на самом деле должны взять одну п-дую часть от площади всего. Правильно? Потому что есть такой факт. Если у треугольников одинаковое основание и одна и та же высота, то площадь равна. Площадь треугольника и половина произведения основания на высоту. Значит, мы должны для нахождения вот очередной такой площади разделить еще на В. Получится очень просто. Получится В. Отлично. Отлично. Вы нашли формулу. Площадь – это В. Теперь берем очередной вот такой вот треугольник и применяем формулу П. Какие у него граничные? Чему равно В? Понятно, чему? В равно треугольник. И это как раз и есть наша искомая величина. Значит, мы должны сейчас написать формулу П. И плюс три вторых минус один – это будет В половина. Но три вторых минус один – это одна вторая. Значит, получается, что И плюс одна вторая – это В половина. Ну, значит, И – это В минус один половина. Если теперь мы докажем формулу Пика, то тем самым задача будет полус-теоришна.